Персонально ваша программа Максим Курников и Ирина Бублайн. Персонально ваш у нас журналист Олег Кашин. Олег, привет. Да, здрасте, здрасте. Знаешь, как грустно, что мы тебя не видим. У нас вдалеке монитор, на котором твоя фотография и выглядишь ты, если ты помнишь такую компьютерную игру Mortal Kombat. Там Саб-Зиро, ну и фильм. Ты там выглядишь как Саб-Зиро абсолютно. Мое лицо в его простое правило. Угрожающе. Сияет на столе. Все нормально. Я думаю, как раз приятно быть такой голограммой, которая как бы вне чего-то телесного. Вне всякой мирской суеты. Да, здрасте, еще раз. Привет. Я напомню, да. Давай, при 7-9-8-5-970-45-45. Присылайте ваше сообщение журналисту Олегу Кашину. Также YouTube вы видите там как раз фотографию Олега и нас с Максимом. В чат тоже пишите. Я попробую зачитывать оттуда, если будет что-то интересное. Но начнем мы с Солсбери, потому что... Да, Олег, смотри. Потому что начнем мы с Солсбери. Мария Захарова считает, что это попытка Лондона отвлечь общественность от Брекзита. И это, в общем, довольно примитивное действие. Ты ведь наверняка согласен с Марией Захаровой? Вот ты знаешь, на самом деле, да, в течение года мы не раз к этой теме обращались. И я сам неоднократно говорил, что да, это, конечно, история, которая очень выгодна людям, проваливающимся с Брекзитом. То есть тем, кто сейчас у власти, и Терези Мэй, и бывшему министру Джонсону, и его преемникам и так далее. Но что касается сегодняшнего этого видео, да, интервью полицейского, я как раз в этом смысле романтик. И мне показалось, поскольку вот само видео с Петровым Башировым, да, оно никакое, да, то есть, ну, ходят и ходят. Да, я тоже хожу и по Лондону, и по Солсбери. И тоже по велосипедным дорожкам? Бывает, на самом деле бывает, потому что вот как раз, что касается именно Великобритании, в отличие от такой настоящей Европы, здесь культа велосипедов все-таки нет, и велодорожки, на самом деле, очень часто оказываются тем местом, где проще всего ходить ногами. Вот, и, ну, что хочу сказать, да, мне кажется, да, что именно вчерашнее ночное, там, вечернее ночное выкладывание этого видео, это такое, ну, говорю, я романтик, да, привет нашему гру российскому, поскольку умер Коробов, мы, я думаю, мы об этом еще поговорим, вот, и из серии вот такой сигнал, да, вот ваш начальник умер, человек, который, очевидно, принимал решение отправить этих парней в Великобританию, он умер, но жизнь продолжается, правда, ничего хорошего в этом нет, что называется, да. А почему ты хочешь об этом поговорить? Тебя что-то смущает в этой смерти? Нет, на самом деле как смущает, просто тоже это уже такое общее место, да, что вот умер Коробов, до этого Сергун, там, была фамилия, да, и умер еще в девятом году, умер зам, начальник АГРУ, тоже в турецкой деревне, почему-то, хотя ехал в Сирию, видимо, автостопом ехал, но окей, бывает, люди умирают на посту, один за другим, да, вот я тоже вспоминал, Андропов-Черненко умерли подряд, да, с интервалом в год, мы же не считаем, что это какой-то заговор, просто они были старенькие, больные, да. Как не считаем, мы не сделаем заговор? Ну, ладно, ладно, надо иметь, как бы, наверное... Даже здесь есть границы, понятно, так. Чувство меры, да, вот, но здесь эти смерти последовательные, конечно, накладываются на общий контекст, и в этом контексте ГРУ стало, конечно, уже таким сверходиозным символом и конспирологии, и провалов, и кровожадности, между прочим, потому что не будем забывать, что какими бы смешными ни казались Петро Хабаширов или Чупига и Мишкин, все-таки, если, как бы, действительно это они, речь идет о киллерах, которые ехали совершать довольно жестокое, циничное и бессудное убийство, да, поэтому здесь особого пода для шуток нет, согласитесь. Вот. И да, смерть Коробова нет. На самом деле о том, что у него тяжелая болезнь, писал, опять же, пресловутый журналист Канев еще там месяца два назад, а ей тоже, вот я на Канево ворчал в предыдущих эфирах у вас, но, конечно, тоже надо признать, да, с учетом того, что мы вообще ничего не знаем от официальной России о деятельности гру, ну, окей, такая традиция, они скрывают и так далее, главным и, очевидно, самым достоверным из имеющихся источников оказывается Канево, оказывается Сайт Инсайдер, оказывается Беленкет. И тоже вот, ну, реально звучит как анекдот. Я еще при жизни Коробова пытался почитать про него на сайте Минобороны, там есть его биография до сих пор, она гениальная совершенно. Я просто процитирую по памяти, но почти дословно. В течение ряда лет занимал ряд должностей в Министерстве обороны, владеет несколькими иностранными языками, награжден многими государственными наградами. Вот это как анекдот, как пародия на майора Пронина, да, то есть вот такой действительно человек, про которого никто ничего не знает. И действительно смерть неизвестного человека, при том, что он оказался самым медийным и самым скандальным по факту занимаемой должности, да, конечно, она вызывает интерес. И если, я думаю, ну, конечно, да, его родные, близкие, друзья, там, сослуживцы, наверное, возмущены тем, как мировая пресса получит его имя. И я вчера видел заголовки, что Коробова убили за провал со Скрипалем. Но благодарить за вот эту посмертную нехорошую суету его друзья и близкие, конечно, должны официальную Россию, которая во многом сама эту историю превратила в шварц. И этим интервью Петрова и Баширова, Маргарите Симоньян, и, собственно, переименованием ГРУ, тоже удивительная вещь, да, так получилось, и пропаганда не раз подчеркивала, что все говорили ГРУ, 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 а наши патриоты им отвечали, а ГРУ-то не существует на самом деле, да, нет такой организации. Его празднили 8 лет назад, теперь это Главное управление Генштаба. То есть дискредитировано старое имя, как бы, да, это прикольно с точки зрения, опять же, брендинга. Ну, Путин сам говорит, давайте вернем к этому ведомству вот это уже скандальное имя. Что это значит? Значит, что скандал нравится официальной Москве. Если возвращаться к Солсбери, к этой ситуации, Ирина, как раз, что, ты хотела вернуться к этому, нет? Да, хотела вернуться к Солсбери, но продолжаем. Нет, а я как раз хочу спросить по поводу Петрова и Баширова, насколько это выглядит так, что люди действительно хотели там отметиться. Ну, то есть они ведь вели себя так, что трудно на них не обратить внимания, судя по тому, как они ходят, останавливаются, фотографируются и так далее. Нет ли ощущения, что они, может быть, такой прием отвлечения внимания применяют? К тому же, я просто хочу сказать, что у нас с Максимом полчаса назад был наш корреспондент, который готовил нам иностранную прессу, британскую, и говорил, что есть в некоторых заметках то, что вот есть какие-то еще люди, которые участвовали в этой спецоперации. Ну, наверняка есть. Опять же, тут не хочется превращаться в такого вот гаражного эксперта по спецслужбам. Ни вы, ни я, на самом деле, конечно, ими не являемся. Но все-таки, да, окей, мы видим, как они ведут себя нелепо на этих камерах наблюдения, действительно, какие-то дилетантствующие туристы. Но при этом вернусь к летнему интервью, поскольку оно знаковое, конечно же. Вот то, что два, там, не знаю, неумелых опера делают на улице, это как бы от их талантов зависит. То, как их продали, подали миру, да, это зависит от таланта многих-многих разных талантливых людей, да, начиная с той же Маргариты Симоньян. И их нам показали именно так, чтобы у них на лбу было написано, да, это мы отравили Скрипаля. Поэтому то, что они ведут себя так, чтобы никто не сомневался, что это они, да, это бесспорно. Зачем они это делают? Может быть, действительно, они кого-то прикрывают, но это тоже версия, я думаю, шпионских романов. А мне больше нравится вот такая, там, моя политологическая версия, что они хотят, да, чтобы Россию считали, сама вот там, не знаю, какая-то фракция злодеев, да, в России, хотят, чтобы Россию считали мировым беспредельщиком, чтобы, там, не знаю, чтобы у людей, которые хотят тоже во власти, наверное, есть такие люди, там, не знаю, какие-нибудь либеральные фракции, да, Кудрин, не знаю, Медведев, Сурков, да, кто-то. Чтобы у них не было шанса, да? Да, чтобы не было шансов наладить отношения с Западом, потому что от конфликта с Западом уже зависит благополучие очень-очень многих людей, включая, между прочим, того же самого Чипигу, да, если, там, не знаю, завтра начнется обнимание и целование с Западом, как у Южной Кореи и Северной, если видели, как они взрывают по Гран-Пасту, это же красивое, красивое видео, да, то, конечно, Чипигу первого выдадут, и он будет, там, гнить в Гаагской тюрьме, поэтому, конечно, лично он будет хотеть, чтобы была холодная война, железный занавес, и он, это низшая ступень этой пирамиды, и все до самого верха, конечно, до самого Путина есть масса таких людей, которые очень хотят, чтобы к Западу от Калининграда и Смоленска был не железный даже, не знаю какой, а титановый занавес, чтобы ни одна муха, так сказать, не пролетела. Олег, а вот, на самом деле, по поводу занавеса и желания, например, Владимира Путина этот железный занавес укрепить, а как же история с Курилами? А как же встреча с президентом Косово? Ну, извините, Курилы – это, наоборот, Восток. Да, но мы же понимаем, что это Восток географический, но Япония скорее Запад в политическом смысле, чем Восток. Вот тоже такая наша добрая традиция. Мы ссылаемся на вашего главного редактора. Он писал в Телеграме, что это явное какое-то проявление попытки маневрировать во внешней политике. Ну да, наверное, это проявление попытки маневрировать во внешней политике, но тоже даже история с Курилами, в принципе, она показывает, ну, как сказать, не то, что неадекватность российской власти, но что-то близкое к этому. Потому что все-таки, да, вот, ну, для нас, для россиян, несмотря на опыт с отдачей островов Китая, там, 15 лет назад, если помните, да, все-таки вот... И все довольно по-тихому, в общем-то, прошло, спокойно обществом приняло. Да, да, да. Одни лимоновцы тогда протестовали, тоже помню, а так абсолютно всем было все равно. Ну, тем более, на самом деле, тоже, я как уроженец приграничного региона понимаю, да, что у нас, как бы, ну, все видят, все знают. Да, вот есть граница, слева Россия, где растет борщевик, да, а справа либо Евросоюз, либо даже Китай, либо что угодно, где все, все там, не знаю, в небоскребах и в хайваях и скоростных поездах. Конечно, поэтому нет такого, что, а, вот, священный остров Тарабаров, мы его китайцам не отдадим, а то они из него что-то сделают. Все понимают, что если отдать вот со второбаров китайцам, там тоже будет небоскреб и скоростная железная дорога. Поэтому у нас, на самом деле, в душе нет этого комплекса, что вот не пяди родной земли. Но и конкретно Курилы, которые всю жизнь, да, там, несколько поколений были символом того, что вот мы не отдадим, да, а они сопоставимы с Крымом, наверное, тоже, я помню, там, в 90-е были дискуссии, там, еще Рудской говорил, что вот там, вот два камня вцепились на Дальнем Востоке, имею в виду острова, да, а Крым потеряли. Вот, но так или иначе, Курилы действительно такая знаковая вещь, и президент, отдавший Курилы, понятно, что сейчас ему за это ничего не будет, сейчас он может делать что угодно, но через 50 лет его там старенького, 120-летнего достанут и посадят, потому что это вот такая карикатурная, гротесная государственная изменка. Да ладно, Олег, ну как он, но есть же человек, который достал Крым, он может хоть сколько Курильских островов отдать, потому что... Ну слушайте, одно дело достать, другое дело отдать, все-таки мы... Ну, я напомню, Максим, если ты помнишь, в прошлую пятницу мы с тобой голосовали по Курилам как раз, и на удивление людям было все равно, людям было совершенно плевать. Я отмечу, Ирина, я уточню, во-первых, 50 на 50 примерно, примерно 50 на 50. Но ты попробуй, проведи по Крыму голосование, оно будет совсем другое. Не знаю, я просто вот что хочу понять. Как так получается, Олег, что те, кто за Крым были, да, и те, кто за возвращение Крыма в родную гавань, так сказать, сейчас, наоборот, занимают позицию, ну отдадим, ничего страшного. А те, кто критиковали как раз присоединение Крыма, говорят, как же так? Нет, не отдадим, это принципиальный вопрос. Нет, на самом деле я бы не говорил все-таки, что люди, кроме тех, кто на зарплате, вот прямо вот так буквально бинарно относятся, нет. Я думаю, как раз отдача Курил будет чем-то вроде пенсионной реформы, когда, не знаю, секретная социология ФСУ покажет, что народ взвыл и сказал, твою мать. Здесь, я думаю, действительно, вот тема не пяди родной земли, она включится, да, все-таки. То есть, ну, может быть, я излишне, так сказать, оптимистичен насчет патриотизма моих соотечественников, но я думаю все-таки, думаю, что Курилы действительно много значат. Хорошо. Ну, Раша, про патриотизм мы еще попозже чуть-чуть поговорим. А давайте вернем Олега чуть-чуть ближе к нам на родину. И поговорим про переименование аэропортов, про Мединского, который назвал поклонников летового маргинала. Тем более, что это тема Олега последнего месяца. И, по сути, вроде бы такая неплохая идея превратилась в какой-то кромешный ад. Почему так произошло? Сегодня мне очень хорошо написали в соцсетях, а пассажиры третьего класса «Титаника» голосуют о переименовании. Но подряд уже идут знаковые вещи. То есть, вначале был один летов, с которым тоже уже довольно противоречиво все в том смысле, что он вдруг оказался знаменем как раз, не знаю, тех людей, которые... Маргарита Симоньян и Олега Кашина он оказался знаменем. Маргарита Симоньян, Кристина Поддумщик, Киноканделаки, Олега Кашина и Виталия Милонова еще. Но потом еще случился наш Калининградский Кант, то же самое. И сейчас самое свежее на Севастополь, Севастополь, по-моему, и Симферополь, где Патанин против... Николая Второго. Извините, Мурман. Мурман. Да, но вы знаете, я вам скажу, вы себе не можете представить, какие страсти творятся в республиках, например, в Башкортостане. Там между местными героями такая война началась, что просто люди просят отменить, пожалуйста, конкурс, иначе начнут друг друга люди убивать. Да, да, конечно. Более того, мои друзья-патриоты в Москве, русские, националисты, имперцы, кто угодно, наоборот, что какой Губадула-Тукая в Казани? Нет никакого Тукая, давайте делать Лобачевского. В принципе, я тоже считаю, что, конечно, Лобачевский для города Казани, который все-таки в большей степени русский город, при всем уважении, значит больше, чем Губадула-Губадула-Тукая, прости господи. Но по факту, да, вот национальные наши республики уже это фарш, который не проворачивается назад. И, конечно, надо смириться с Тукаем, с Салаватом Юлаевым в Уфе, потому что... Нет, нет, там нет Салават Юлаева, кстати, говорит. А кто там есть? Ну, там есть советский летчик, там есть, сейчас скажу, поэт, тоже Мустай Карим. Мустай Карим. Да, 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 ну и так далее. Вот тут тоже, ну, это отдельная тема, на самом деле, но, конечно, какой позор, да, что формально, да, с точки зрения официальной, там, не знаю, риторики, Россия, да, это равноправная совокупность равновеликих народов. Потому что, вот нам говорят, вот у русских есть, не знаю, Пушкин, да, а у Башкир есть Мустай Карим. Нет никакого Мустая Карима, его придумала советская привычка школа. Ой, тонкий лед, очень тонкий лед, Олег. Я хочу про это сказать, потому что вот тоже вернемся к Егору Летову. Мне очень хорошо сказал его друг Максим Семеляк, что давайте относиться к Летову в этом конкурсе не как к лидеру гражданской обороны, а как к лидеру проекта «Коммунизм», где такие гротескные советские песни на стихи Сулеймана Стальского. Вот тоже я как раз читал томик Сулеймана Стальского и стихи с рефреном «Мерзавец», которые были песни Егора Летова. Вот, конечно, это вершина вот этой школы национальной поэзии, которую нам пытаются навязать как нечто сопоставимое с русской поэзией. И, конечно, эти стихи Сулеймана Стальского писал Семен Липкин, безусловно. Да, никакой вообще не Сулейман Стальский. И, конечно, все это такой фейк, все эти поэты республик, кроме, извините, наверное, Прибалтики и, может быть, Украины. Не знаю, мне кажется, что как раз по смыслу, Олег, вам должно понравиться, потому что одна из самых известных строчек Мустая Карима «Не русский я, но россиянин». Опять же, прекрасно, что он россиянин, там, не знаю, башкирского происхождения, все такое, но тоже, чтобы, 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 вот, башкирский великий, там, уважаемый все такое народ доказал мне свое равенство моему народу русскому, при всем уважении, я не могу... А у вас есть, значит, народы, которые равны, а есть, которые ровнее? Ну, слушайте, вот я сейчас в Англии, да, конечно, английский народ великий, да, и потому что он дал миру Шекспира и Гарри Поттера, и потому что он завоевал полмира, и потому что он, там, не знаю, по всему, да. И есть народ, там, не знаю, туркменский, тоже, наверное, клевый, да, но при этом мы понимаем разницу масштабов, разницу вкладов. Есть мировые культуры, есть локальные культуры, есть вообще спорные культуры, как те парни, которые американского этого самого проповедника из Луков на днях убили, да, если помните. Вот, ну, то есть глупо отрицать, что не то, что там некоторые ровнее, да, что у одних вклад больше, у других меньше, третий вообще украинца, извините, да. Ну, Олег, вы сегодня прям бьете рекорды, мне кажется. Хорошо, но, тем не менее, правильно ли я вас понимаю, что вы воспринимаете историю с аэропортами как такую мерило величие, в том числе и разных народов? Это отдельная история, то есть я, опять же, ну, тоже есть такое выражение, не очень понимаю, как я в этот блудняк вписался, потому что, конечно, я понимаю, что это абсолютно искусственная история, а раздутая история, не знаю для чего, там, для отвлечения внимания от пенсионной реформы, да, как это тоже летом было модно говорить. Понятно, что, ну, полная ерунда, тем более, действительно, в России есть своя довольно хорошая и самобытная традиция называть аэропорты в честь деревень, там, или городков, которые вот рядом находятся, там, Домодедово, Кольцово, Пулково и так далее, и так далее. Вот, и эта тема в аэропорте имени кого-то, она вообще глобально спорная. Но при этом так же, понимаю, это было миллион лет еще назад и в ЖЖ, и в форумах каких-то, и Тёма Лебедев делал, и Гельман делал, а вот кого мы нарисуем на деньгах, да, давайте придумаем. И все, все реально всем прикольно, всем весело, потому что тоже, по-моему, это Гельмана фраза, кто создает рейтинги, тот правит миром, да. А так и есть, то есть мы действительно все, каждый из нас в душе, там, не знаю, император, который хочет ранжировать людей в пантеоне национальной славы, потому что действительно это очень важная тема. Если мы ставим первым по плану, вернемся к аэропортам, да, то у нас такой приоритет, да, что крымская ЧК, да, и шталинское освоение Севера, понятно, какими силами, да. Олег, есть такая популярная фраза, но любим мы его не за это. Помните? Ну, любим мы его, потому что, опять же, мы никогда особо не задумывались о том, кто он такой, да, то есть, действительно, я тоже в прописи в первом классе две первые фамилии, не знаю, почему, кстати говоря, так было в 80-е, да, были Гагарин и Папанин, может, они хорошо пишутся, и нам объясняют, кто Папанин, ну, да, великий полярник, там, все такое. При этом, да, человек был комендантом крымской ЧК. Крымская ЧК в 20-м году, это вот на фоне всего зла, которое было тогда в России, это самое абсолютное зло, да, это Розалия Землячка, которую он называл своим ангелом-хранителем, это бессудные убийства и геноцид, это, не знаю, книга Шмелева «Солнце мертвых» и фильм о Михалкова «Солнечный удар». Это самая кровавая, вообще, самый кровавый упырь, который только может быть. И когда сегодня всерьез нам говорят, давайте назовем вот в этой нашей России 21-го века и выименем аэропорт, да что ж такое, да, тут действительно уже бежать просто. Меня в этой истории, знаете, что волнует, вот не про переименование сами, а про то, что неужели, вот складывается такое впечатление, что государство, когда не дает нам выбора в каких-то историях, поступает правильно, потому что если смотреть на то, что происходит сейчас, то люди не могут сами собой договориться. Почему, Олег, почему все превращается в срач? Ну, слово-слово такое неэфирное тоже. Между прочим, да помните, как вот были выборы... У нас было полчаса рэпы до этого, феномально. А, ну, о рэпе тоже, думаю, поговорим, да, когда были выборы, и люди вписывали от руки, там, не знаю, фамилию Навальный, да, вот, и сейчас, когда Милонов вписывает от руки фамилию Летов, абсолютно такое фарсовое повторение, и тоже, окей, с выборами живых, как тоже кто-то сказал на их знакомых, у нас все понятно, да, их не может быть по-честному, так сложилась традиция, да, давайте вместе с них проведем выборы мертвых. И при выборах мертвых такая же история абсолютно, тоже несистемная оппозиция, тоже протесты, тоже вбросы каруселей и так далее, это фантастика, конечно. Меня тут поправляет по поводу Салавата Юлаева, что он есть одна из трех кандидатур, но я имел в виду, что не Салават Юлаев в центре конфликта, который там разгорелся. Тоже Салават Юлаев, который, как бы, ну, там, не знаю, сподвижник Пугачева, по-моему, да, и человек, который там много кого вырезал буквально вот ножки. Времена такие были, Олег. Ну, времена такие, ну, слушайте, вот давайте определимся, что для нас важнее, много вырезать ножичком или сохранить, там, не знаю, покой, мир и жизни людей, и смех детей, да, поэтому, я вот и говорю, поэтому всем интересно спорить об этих рейтингах имен, потому что, а что для нас важнее, что приоритет? В этой, во всей истории, связанной с аэропортами, вдруг параллельно возникла другая авиационная тема, связанная с Митей Олешковским и аэрофлотом. Да, да, да. А если бы в Великобритании нечто такое произошло, как вела бы себя компания, и как вело бы себя общество? Ну, я, опять же, тот еще англичанин, но я думаю, что конкретно такой ситуации, когда ты напишешь, там, не знаю, в Твиттере «Fucking British Airways», и тебя лишат за это премии, да, бонусной карты, я думаю, это невозможно. Все-таки это признак вот нашего, как это назвать, тюремного, дворового, блатного отвечать за слова, да, когда почему-то считается, что пацанская, так называемая, этика, она важнее любой другой этики. Но тоже как раз я бы к теме Мити вернулся в контексте истории с Хаски, потому что, насколько я понимаю, Хаски, человек, которого и в Кремле любят, и который сам лоялен, там, и Новороссию любят и так далее, он не враг государства, так же, как и, собственно, Митя. Митя, мы с ним спорим всю жизнь про теорию малых дел, про отношения с властью, и он, как раз, считает, что надо в любой возможности, там, иметь конструктивную позицию. Он и президентские гранты получал, если помните, его фонд получал. Поэтому, да, он не оппозиционер совсем. Но прикол в том, как я считаю, да, что нет такой сущности здесь, как государство. Есть конкретная корпорация, да, в случае Мити Арослот, в случае Хаски полиция, вершники, да. И вот корпоративная обида, да, корпоративная нелояльность оказывается приоритетнее по сравнению с государственной. То есть, да, человек обидел, как Митя, аэрофлот и получил от аэрофлота, да. Человек обидел полицейских и получил от полицейских. То есть, вот наша эта система, это можно считать даже признаком ее рассогласованности. Это говорит о том, что государство не так сильно, как... Именно, именно, можно говорить о том, что системы нет, да. И, конечно, оно, видимо, никогда не развалится, потому что, а чему разваливаться? Вот отдельно стоит такой кирпич, да, это полицейщина. Отдельно стоит кирпич, это Роснефть. Отдельно стоит кирпич, это еще что-то. Они не упадут никуда, потому что они стоят на месте. А, не знаю, видел ли Олег Кашин этот разворот на BBC, ну, на сайте BBC, где они отметили, кто как сообщал об этом. Насколько это правильный, неправильный подход? Да, да, да. Подход, кстати, очень интересный, потому что тоже, я помню, еще в незапамятные времена, когда еще там было можно гораздо больше, чем сейчас в «Коммерсанте», да, еще как раз ранний Навальный и тот же Митрохин митинговали против «Донстроя». Можно назвать компанию, она уже не так, какая была 15 лет назад. Да, я об этом писал, как бы, собственно, Митрохин с тех пор не изменился, как мы сегодня в новостях слушали. Да, он тоже бросает какие-то котлованы по-прежнему. Вот, и на завтра «Донстроя» выкупил, конечно, полосу рекламы в этой газете, чтобы там, не дай бог, про продолжение протестов с женцами никто не писал. Ну, окей, выкупить полосу рекламы нормально, да, давить на редакцию, не давить даже, а как вот давать понять, что мы у вас рекламируемся, поэтому вы про это не пишете. Это, конечно, полный позор, но тоже странно говорить сегодня о российских медиа с точки зрения каких-то идеальных стандартов. Конечно, мы все понимаем, да, и, конечно, всегда оказывается, что нет и стеклянной стены между редакцией и дирекцией, нет. Нет, тем более, стеклянной стены между, или там, не стеклянной стены между редакцией и Кремлем. Чего уж там все живые люди, все все понимают. Олег, да, у нас заканчивается время этого часа. Я просто, знаешь, я хотел ответить сам, но сдержался. Но слушатели все-таки об этом пишут, поэтому я зачитаю. Человек, который подписывается о спайке «Эпплс», напоминает, что Туркмения, будучи частью тюркского каганата, тоже завоевывал полмира, причем на тысячу лет раньше Британии. И тут изобрели колесо, как ученик. Я бы не стал тут уже хотеть. Вернемся на новости, вернемся буквально через пару минут. Нас 35, персонально ваш, Максим Курников, Ирина Баблаян, Олег Кашин с нами по скайпу. А сейчас у нас была программа «Говорим по-татарски», и Максим, скажем, на у тебя. Да, 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 Кашкабаб, да, или как правильно, да, я оценил, да. Да, да, я вообще считаю, что, Олег, вы недооцениваете тюркский мир. Я говорила, что мы еще вернемся немного к патриотизму, который слегка падает в нашей стране. А может быть, и не падает. Левада опрос. Почему-то... Нет, давай чуть-чуть попозже к опросу. Давай мы поймем, зачем Алексей Навальный, который уже упоминался Олегом Кашиным, почему-то пристал к господину Брилю. Прекрасному журналисту. Скажите, пожалуйста, Олег, как вы считаете, стыдно ли российскому журналисту, там, да, хорошо говорящему о власти, жить в Лондоне. Любить Родину, жить в Лондоне. Да, отличный вопрос по отличному адресу. На самом деле, да, то есть как раз меня тоже это взволновало почему-то вчера. Причем, ну, тоже, если брать именно персону Брилева, да, ну, у нас есть Соловьев, допустим, да, все знают там, что он говорит, представься мразь, да. У нас есть Киселев, все тоже знают про радиоактивный пепел. У нас есть Шейнинг, который там избивает Майкла Бома по телевизору, да. А Сергей Брилев невинный совсем. Вот где Сергей Брилев в этом ряду? То есть вспомните какой-нибудь мем про Сергея Брилева, вспомните какой-нибудь его бессовестный антизападный выпад, да, или какой-то ультрапатриотизм, который всех шокирует. Брилев это главный вообще либерал на государственном телевидении, вот. И в этом смысле говорить о том, что там, а вот он лицемерный, негодяй, сам ругает Запад, а на самом деле, как бы, вот, имеет в кармане английский паспорт, что, по-моему, тоже, кстати, не очевидно из того, что он голосует, поскольку я сам, как бы, тут живу, приходят извещения, идите голосовать. Ну, идите голосовать, если вы гражданин Евросоюза, да, то есть, ну, закон Евросоюза такой, что до Брексита, по крайней мере, который пока еще не вступил в силу, если ты любой европейский паспорт, можешь голосовать на муниципальных выборах. Может быть, Брилев имеет паспорт Латвии, да, или там какой еще простой страны, там, не знаю, Румынии. Это же, ну, как бы, и когда Медуза пишет надежный источник, что Брилев поддан на Великобританию, как бы, не совсем правда. Вот, это раз. Во-вторых, сам факт, да, ну, такое чистое, как вот программа «Время», там, или кто любит, а вот, там, не знаю, у оппозиционера Красновального, да, в Черногории была фирма, да, или что-то еще. У Кирилла Серебренникова квартира в Берлине, да. Да, квартира в Берлине, вот, да, мочи такие вот разжигания довольно низменных, мне кажется, инстинктов, это есть англофобия, прости господи, тем более вот этот, как он называется, округ Ханслоу, да, где, собственно, шикарная квартира Брилева, мы понимаем, что это такое, это вот если ехать на Хитру, ну, там, как в Домодедово ехать на аэкспрессе, вот где-то там, у метро Домодедовская, соответственно, стоят домики, над которыми летают самолеты. Вот вообще кошмар, кошмар, чудовищный Брилев. Ну, в общем, это выглядит дико, и на самом деле, ну, сегодня я вижу, что уже, по-моему, все забыли про это разоблачение Брилева, в общем, это не та история, что была там, не знаю, он вам не демон или золото, он это вообще какой-то, там, не знаю, что, ну... Олег, тем не менее, да, посмотрите, я думаю, что здесь речь идет о двойных стандартах, потому что в каких-то медиа заместителю руководителя и основному ведущему, и человеку, который сидит рядом с Путиным, можно быть гражданином, например, Великобритании. А в каких-то медиа, получается так, и не только медиа, но и, например, в каких-то организациях, которые помогают людям с ВИЧ или еще что-нибудь в этом духе, нельзя даже принять копейку от человека, который поддан на Великобритании. Ну, подождите, это действительно, ну, такие, к сожалению, в Российской Федерации сейчас законы, да, вот ты иностранный агент, ну, ты, соответственно, должен быть иностранным агентом, а если этот паспорт, ну, кто сказал, что паспорт плохо, как было с Екатериной Андреевой, у которой паспорт Черногории, вроде бы, да, но у нее муж черногорец, поэтому, ну, как бы, ну, что такого, да? Никаких вопросов нет, нет. Ну, мне кажется, нет, то есть, на самом деле, правда, я не в смысле, там тоже, может, как-то прозвучать странно, что я там себя пытаюсь в рифму выгородить, поскольку сам в Лондоне, у меня паспорт, слава богу, только российский, вот, и как-то, ну, особенно, как, не могу назвать себя лоялисом, да, но при этом тоже понимаю, что не надо там вот так бегать за людьми, за людьми показывать пальцем. В идеале, как учил у нас поэт Майковский, мы должны вообще жить в мире без России, без Латвии, единым человеческим общежитиям. Понятно, что я сам этого не хочу, да, но при этом, да. По логике Олега Кашина, штраф New Times абсолютно по закону и все нормально. Штраф New Times абсолютно по закону, штраф New Times, например, избирательного выборочного права применения, под которое и заточен этот закон, который, собственно, применяют только тем, кому хотят применить. Насколько это нормально, это ненормально, но с точки зрения, опять же, вот, современной, как бы, культуры политической, правовой и управленческой в России, это, ну, так положено, да, так принято, поэтому, собственно, как Путин, очевидно, считает себя великим юристом, который такой хитрец, что может, пользуясь законами, делать все, что хочет, да, но поскольку мы немножко понимаем, в чем здесь манипуляция, да, то тут можно просто посмеяться над этим, да, и все, наверное. А если мы перешли к New Times, тогда скажи, пожалуйста, а как раз то, как собрали в короткие сроки гигантскую сумму, не побоюсь этого слова, это что такое? Это скорее вдохло, это, я не знаю, это что? Это спасибо Евгении Марковне Альбатс отдельно, или люди настолько были... Смотри, Олег, вот, да, если посмотреть на Твиттер, есть те, кого это восхищает, а есть те, кто задают вопросы, а как это так? Почему этим не собрали, а им собрали? Ты на чьей стороне? Я встречаю Евгению Марковну где-нибудь в Лондоне, в темном переулке, и она мне говорит, в глаза, вот, присущим ее взглядом, дай мне 100 фунтов на журнал. Конечно, я дам, 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 и скажу спасибо, что зарезала, да. Но при этом, конечно, вот такие темпы и суммы, когда с вечера 19 миллионов, с утра 21 миллион, потом 23, и с 25 к вечеру, да, это выглядит не то, что подозрительно, выглядит, конечно, странно. И я спрашивал там даже, вот, опять же, коллег с вашей радиостанции, у которых во время выступления Альбатс в корреспондентской лежал ее телефон, и он постоянно пищал, что проходят транзакции там по 100 рублей, по 200 рублей каждую секунду. Окей, может быть, действительно, у журнала, который, в общем, не сказать, чтобы вся страна читает, да, и там, не знаю, пляжи пустеют, электросчетчики бесятся, когда выходит новая статья. Понятно, что этого нет, и понятно, что, ну, это вызывает какую-то, наверное, иронию в этом смысле. Ну, окей, собрала-собрала, не имею права высказывать даже подозрения, что здесь что-то нечисто, потому что, ну, слава богу, конечно же. Другое дело, спорный вообще вопрос, да, если вот есть штраф по беспределу, да, насколько правильно поднимать руки кверху и говорить, да, да, окей, мы заплатим, заплатим. А что такого, да, ну, создайте там сайт с другим доменным именем, и все. Олег, а если это по-другому? Нет, да, да, окей, мы заплатим. Вы хотите этого? А мы вам плюнем в лицо и бросим вам эти деньги под ноги. Дело не в деньгах для нас. Вы не думали, что это так выглядит? Плюнем в лицо вагоном денег, ну, тоже странно, да, из серии... Нет, бросим эти деньги вам под ноги, если вам не стрёмно, поднимайте. Ну, мы соотечественники Настасьи Филипповны, да, в этом смысле. Ну, окей, наверное, наверное, я не имею права возмущаться, серьезно говорю, правда. Тут нас, нас вряд ли Евгения Марковна будет говорить обо мне мы, но нас действительно мало осталось, чтобы так еще друг друга офигачить, как бы. Поэтому нет, давайте я не буду ругать Евгению Марковну, даже если в глубине души хочу. А за что вы хотите? Ну, вот, серьезно. То есть, вот в этой ситуации за что ругать? Да нет, ну, слушайте, всегда, всегда, всегда на самом деле. За что ругать Путина, да, за что ругать, там, не знаю, Навального? Да, всегда в основе прав был Синявский, да, стилистические разногласия. И, конечно, ну, они есть, ну, у нормального человека, наверное. И с Евгением Марковной, конечно же. Да, но в этой ситуации я просто не совсем понимаю. Что здесь можно сделать не так ей? Нет, здесь можно сделать подозрения, да, потому что я даже слышал, что есть такой софт, да, который позволяет один гигантский транш препарировать, разбить на кусочки по 100 рублей и сделать вид, что это миллионы пожертвований, да, а не перевод от какого-то тайного спонсора. Но, опять же, я, вот вы меня провоцируете на эту неприятную бедензию. Наша работа такая, прости. Да, я знаю, я, как раз, за это вас люблю. А я не хочу даже тенью подозрений обижать Евгению Марковну, честное слово. Тогда перейдем к следующей теме. Левада показал нам, что, ну, да, центр социологически показал нам, что 61% россиян считают, что в текущей ситуации, в сложившейся ситуации в России заслуги Путина. Со всеми плюсами, со всеми минусами. Насколько эта цифра неудивительная для Олега Кашина? 60% заслуга Путина. 61% считают, ну, заслуга это я в кавычки поставил, да? Ну, да, да. Ответственен за сегодняшнюю ситуацию в стране именно Владимир Путин. 61%. А 21 или 22 оттуда же считают, что во многих каких-то вещах вина Путина. Ну, это маленькая цифра. Ведь Путин у нас уже много лет воспитывает в сундухе, что он действительно ответственный за все. И фигуры номер 2 нету в этом топе, да? То есть, там была фигура Медведева, как бы сейчас ее тоже нет. Конечно, Путин только Путин. А кто еще может быть ответственным? Я не знаю, Сечин, там кто, Рамзан Кадыров, какие фигуры, они все гораздо менее масштабные и вообще сомнений в реальности, да, чем Путин. Конечно, Путин за все отвечает. Очень странно, что так мало людей. Интересно, что думают остальные 40. А кто на самом деле виноват? Или, там, опять же, как модно говорить в каких-то умеренных кругах, дело не в Путине, дело в нас, да? Нет, люди в Путине, конечно. Тем не менее, возвращаясь к этой цифре, 61%, это может вылиться в какие-то политические последствия? Вот сейчас это та ситуация или нет? Всегда же, опять же, не касаясь ваших опросов, когда там немножко другая пропорция, но обычно же вот есть там 84% легендарные, да, из давних опросов, там, первых половин десятых. Видимо, эта цифра уже как-то сползает в сторону середины. И может быть, может быть, когда вот дойдет до 50, одни считают, что Путин хороший, другие считают, что Путин плохой, тогда в Россию становится, может быть, равновесие, а может быть, наоборот, гражданская война. Потому что как-то мы привыкли жить действительно в ощущении путинского большинства, которое где-то и есть рядом, да, и, ну, собственно, оно определяет облик общества, да. Сейчас, наверное, в этом смысле действительно что-то меняется. И еще пенсионная же реформа показала, что как-то уже нет такого тотального восторга по поводу любого шага власти, да. То есть, ну, как-то люди заворчали, по крайней мере. Или, кстати говоря, не заворчали люди, а власть показала людям, что они имеют возможность ворчать. Потому что я сам не понимаю до конца про пенсионную реформу, про ее подачу, ну, собственно, в пропаганде и в риторике власти, когда власть сама как бы подмигивала население. Население, ну, возмутись, пожалуйста, да. То есть, ну, так это выглядело во многом. Ну, осталось отдать курилу и вырасти до 80%. Да, 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 понимаете, тоже. И специально так показать Баширову и Чипингу. Когда-то, как когда-то, фетишем была стабильность. Мы помним, что регулярно нам телевизор говорил, что вот там, ну, многое, конечно, еще несовершенно, да, зато у нас есть стабильность. Сейчас как раз стабильность последнее, что приходит в голову при разговорах о российском обществе, о российской жизни. И, собственно, кто у нас главный генератор нестабильности? Власть, конечно же, а кто еще? Ну, по сути, да, слушайте, а если вот говорить о недовольстве, да, сколько еще мы должны посчитать, чтобы эта цифра выросла? Последние несколько высказывает. А, что ты говоришь? А, я как раз тебя не перебиваю, потому что сам об этом хотел поговорить. Да, высказывание, высказывание. Сегодня проработай руками, да. Да, да, огромное количество высказываний в последнее время. Что государство ничего не должно людям совершенно. Почему это вдруг стало повесткой для федеральных СМИ в том числе? Наверняка чиновники так говорили всегда. Почему вдруг сейчас это так больно ранит? Именно, именно, я просто тоже сегодня утром об этом думал, да. Поразительно, чиновники, конечно, не изменились. И тоже я сам там по своей калининградской юности помню тоже какие-то вещи, когда кто-нибудь что-нибудь говорил из чиновников, примерно такое же, да, но это не делалось федеральной сенсацией. У меня была сегодня мысль, что, может быть, какую-то завезли в Кремль новый нооскоп, да, или новую систему мониторинга региональных высказываний, потому что, ну, правда, каждый день, каждый день, и это уже вызывает, ну, какой-то смех, потому что, ну, такое ощущение, что нам просто Кремль сам навязывает этих людей. Вот, значит, там, мочите, даже не помню эти имена, то саратовского депутата, то Свердловскую чиновницу, то, вот сегодня, кто это, Липецкий, или какой человек, проработай руками. Да, 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 и, наверное, наверное, ну, как бы это вот такой новый стиль пропаганды, новый стиль общения власти с обществом, когда, ну, собственно, вот на уровне, там, управдома, да, на уровне управдома, может быть, вообще абсолютная свобода, вот управдома, пожалуйста, можно вообще, там, на вилы, свергай, там, что угодно, а выжечь, вот, пожалуйста, не надо, да, понятно, что, как бы, ну, вот, наверное, наверное, это такой громотвод, как модно было тоже на время говорить. Вот, это очень интересный момент про громотвод. В Карнеги-центре, на сайте, по крайней мере, Карнеги, я читал материал о том, что российские СМИ, такие как «Московский комсомольец», «Комсомольская правда», ну, то есть, довольно лояльные, там, да, в какой-то степени лояльные режимы, почему-то вдруг очень много начали писать о социальных проблемах в России. То есть, продолжают писать про Путина, про внешнюю политику, так, как писали раньше, но то количество материалов, которые про социальные проблемы, говорит о том, что такое ощущение, что эту тему перестали контролировать. Как ты отвечаешь на этот вопрос? Почему это происходит? Вы знаете, спросите у Карнеги, на самом деле, они это читали где? На сайте «Комсомольская правда» и «Московского комсомольца» или в бумажной версии «Комсомольская правда» и «Московского комсомольца», потому что тоже это занимающая меня очень давно история. Сайты любых СМИ, включая самых государственных, не то, что там «Комсомольская правда», но даже «Вести.ру», почитай, пожалуйста, да, это чистый, там, не знаю, не «Бог Навального», но что-то близкое, причем буквально о расследованиях Навального там те же «Вести.ру» регулярно пишут. Вот там «Навальный и Медведев» разлачил, допустим, да? Сайты, сайты, сайты. И сайт «Коммерсанты», между прочим, также устроен, и сайт «Ведомостей» и так далее. А бумажная газета, бумажная газета, почему-то в ней этих тем, как правило, нет. И действительно, я продолжаю быть сторонником версии, что это ровно потому, что бумажные газеты кладутся на стол пожилому нашему Путину, да, вот чтобы в них ничего не было, а на сайтах ради бога, потому что интернет пока еще, пространство, ну, уже ограничено, но широко как бы свободы. Поэтому, да, пожалуйста, они будут писать обо всем, естественно. А это вот можно подержать руками, собственно. Да, 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 а то, что подержать руками, там же как раз мы читаем только... Там и правда. Да, 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 Комсомольская или какая-нибудь еще, как Андрей Колесников писал про то, что зазвенело у Путина в Сингапуре. Если помните, тоже, по-моему, чисто для одного читателя бумажная статья. Олег, возвращаясь, отматывая время назад, вспоминая Калининградскую школу, калининградский мальчик Олег Кашин писал на доске «Ельцинвор»? Хуже. Извините, пожалуйста, вот сейчас страшное прозвучит. Калининградский мальчик Олег Кашин рисовал свастику на доске и писал русское национальное единство. Извините, ради бога, я предупредил. То есть, в общем... Ему за это ничего не делал. Слушай, Путин вор — это малейшее, вообще милейшее, я бы даже сказала. Более того, Анна Крузенштерни, на паруснике нашим легендарном, 4 июля 2000 года, мы, будучи в городе Нью-Бэтфорд, штат Массачусетс, сорвали из какого-то дома частного американский флаг и, будучи людьми осторожными, уже на судне принесли его и сожгли. Поскольку мы еще не видели фильм «Брат-2», но вот этот внутренний антиамериканизм в нас рос. Надеюсь, с британским флагом ты ничего не делал, а то услышат тебя еще. А британским флагом ничего не делал, но у меня его и нету ни в каком виде. Я храню дома российский флаг и, да, и советский даже. Тем не менее, вот когда тогда писались такие вещи, что это было? Это просто протест? И это форма выхода этого протеста? Когда? Когда Ельцинвор или свастика? Или РНЕ там, или что-нибудь в этом духе. Или Сталин хороший. Я потом носил серпомолот на своем чемодане в школьном и в институте, ну, собственно, потому что я считал себя приведен. Это протест просто? Или это действительно сформированные взгляды? Эти мерзкие училки, которых мы сегодня видим регулярно в роликах про Путин вор или про них ходи на митинге Навального, они же и в 90-е были такие же. То есть вот я всем советую, всегда уже, наверное, всем надоел, Эссе Лимонова, откуда берутся старухи, когда он уехал в 80-м году и в 74-м году из Советского Союза вернулся в 88-м, да? А там по улицам ходят те же бабки в платках. Он думает, погоди, я же давно уехал, они должны были умереть, а они воспроизводятся, да? Так вот, эти вот противные училки, там, 20 лет назад говорили нам, что, там, советская власть зло, Ленин зло, Сталин зло, Ельцин хороший, там, Гайдар хороший и так далее. Конечно, это вызывает самую естественную реакцию, да? Идите вы со своим Ельцином, идите вы со своим Гайдаром, я за Сталина, за Берию, я за, не знаю, за что, за ГУЛАГ, да? Не важно, на что главный процесс против. Против того, что вам навязано. Как пел, опять же, Егор Лето, Егор Лето, да, я всегда буду против, я всегда буду против, но он... Да, Олег, мы очень много говорили в свое время про выборы в регионы и какое-то изменение вообще политической ситуации в России, но вот победили в некоторых регионах представители оппозиции. Что изменилось? Вот прекрасный хакасский этот парень, да, который... Да, ровно о нем, да, и боится, боится. Мне показалось, что это как студент, который пропускал пар и вдруг оказался у преподавателя. Да, это как, ну, извините, интеллигентно процитируем Мандельштама о правовое время, которое в слезах народный вождь берет. А здесь, на самом деле, тоже могут быть, если мы говорим о 90-х, ассоциации с красным поясом, да, когда тоже коммунисты побеждали в разных регионах, и на карте России был, собственно, красный пояс, вот оппозиционные регионы. Но сейчас же Россия устроена иначе совершенно, и фигура губернатора, как показали последние два года с этой волной инаковых технократов, так называемых, да, когда вот какие-то клонированные парни делаются главами регионов, и как бы, ну, и все остается нормально более-менее. То же самое, можно назначить, избрать, да, главой региона этого смешного парня из фильма «Реальные пацаны», как вот в Хакасии, да, он будет таким же губернатором, каким был любой предыдущий, потому что Россия централизованная, Россия, регионы зависят от федеральных и денег, и интересов, скажем так, и вряд ли даже там самый сильный оппозиционный харизматик, и тем более самый слабый оппозиционный не харизматик, что в этом смысле, извините, да, Хакасия, это Хакасия, регион, где алюминий, да, у Дерипаски, и где, да, и где Путин отдыхает по дороге в Тугу на рыбалку. Это был Олег Кашин, это был Олег Кашин, спасибо большое, всем пока. Спасибо, счастливо, спасибо огромное.